Всем привет! Это рубрика Fashion и с вами я, Настя Гданова. Из выпуска вы узнаете, что же можно надеть в период переходящего лета в осень. Сегодня мы покажем вам осенние новинки и текущий ассортимент, а также поговорим о трендовых цветах и принтах в наступающем сезоне. Скоро осень. В магазинах много разной одежды. И вы наверняка задавались вопросом, как же грамотно построить свой модный осенний лук. И сегодня в этом нам поможет стилист магазина ЮНАЙС Мария Калашникова. Насколько я знаю, ЮНАЙС презентовал свою осеннюю коллекцию. Расскажите о ней подробнее. Да, в этом году мы презентовали свою осеннюю коллекцию. Она очень обширная. Там есть и женская, и мужская линия. Мы сохранили ДНК своего бренда, мы остались яркими. Но наши дизайнеры сделали упор на тактильное ощущение. Поэтому в этой коллекции есть много мягкого трикотажа, в составе которого есть натуральные ткани. Также мы добавили наши модные опции. Это эко-кожа и структурный вельвет. В общем, появилось много трендовых вещей, но мы сохранили свое ДНК. Сейчас я коротко хочу представить вещи нашей коллекции. Это тоже наша новая опция. Это наш новый фасон. Здесь трендовая клетка и тренд нашего нового сезона. Это искусственный мех. Он отсоединяется. И в целом это передает все краски нашей коллекции. Я хотела бы показать даже целый образ, который очень хорошо демонстрирует оттенки нашей коллекции и настроение. У нас здесь представлены вот такие брюки песочного оттенка. Они есть в разных цветах. Они отлично гармонируют. И в целом всю осеннюю коллекцию можно представить как полноценную капсулу. И, конечно же, тот мягкий трикотаж, о котором я говорила, он у нас тоже присутствует. Вот такая базовая водолазка, которая станет прекрасным дополнением к многим осенним образам. Вы рассказали про новые трендовые опции. Я думаю, что нашим свидетелям не терпится их увидеть. Покажите их нам скорее. Я бы с удовольствием хотела представить наши новые трендовые опции. У нас их много. Хотелось бы начать с комплекта, который сейчас на мне. Я уверена, что это будет хитом нашего сезона. Здесь сразу два микротренда. Это Skull Girl и клетка, которая является основой, в принципе, любого осенне-зимнего периода. И хотелось бы рассказать про то, как и с чем ее надеть. В данном случае я дополнила ее базовой майкой. Но в осенне-зимний период можно добавить к этому комплекту черную водолазку и сапоги, трубы на плоском ходу. Также накинуть сверху какое-то контрастное или черное пальто, и образ будет смотреться очень сильно и гармонично. Какие еще тренды сезона представлены у вас в коллекции? В осенне-зимней коллекции мы сохранили не только наши базовые позиции, но и расширили сетку наших трендовых позиций. У нас представлено много гладкой и фактурной, как кожи. Хотелось бы ее вам продемонстрировать. Это такой бомбер стеганый. К нему есть низ. Это юбка длины мини. И хотелось бы рассказать, как и с чем в осенний период это можно надеть. Здесь я предлагаю водолазку такого электрического синего цвета, чтобы разбавить черный тот лук. Мне кажется, такой яркий акцент будет очень кстати. Говоря о гладкой эко-коже, я хотела бы тоже также показать наши две позиции. Длина мини, которая очень актуальна в этом сезоне. И вот такие брюки с резинкой. Юбку, к примеру, чтобы сгладить ее дерзость, можно надеть также с высокими сапогами-трубами и с каким-то объемным трикотажем. Все это успокоит длину мини. Особенно если сверху надеть какое-то объемное тоже пальто длины макси, будет образ выглядеть очень лаконично. А такие брюки такого фасона из эко-кожи, мне кажется, это одна из базовых частей осеннего гардероба. Ее можно надеть абсолютно практически совсем со спортивной обувью, с ботинками на грубой плоской подошве. Также можно надеть ботильоны на каблуке, сверху надеть блузу с бантом и отправиться на какое-то мероприятие. И так вы тоже в этом образе будете выглядеть очень ярко. Что бы вы точно хотели порекомендовать нашим телезрителям для периода межсезонья? Я считаю, даже уверена в том, что основной базой осенне-зимнего периода является хороший качественный трикотаж. У нас в коллекции его представлено много. Этот фасон джемпера мне очень нравится. Здесь высокий ворот, спущенная зона плеча. И в целом он отлично комбинируется как с денимом, так и с эко-кожей, о которой мы сегодня уже говорили. Поэтому такую вещь в осенне-зимнем гардеробе иметь абсолютно точно надо. На период межсезонья я рекомендовала бы в свой гардероб приобрести комплекты, например, как наш. Это комплект, который состоит из пальто такого рубашечного кроя. К нему идет юбка длины мини и также брюки из такой же ткани. Комплект достаточно плотный, в составе комплекта 40% шерсти, поэтому в нем не будет холодно не только в период межсезонья, но, я думаю, даже ранней зимой, если, например, дополнить этот комплект классным драповым пальто и под юбку надеть плотные колготки с ботинками на меху. Одним из ключевых элементов гардероба осеннего является в тренч. У нас тоже он представлен в коллекции. Этот тренч абсолютно классического кроя. У нас он представлен в зеленом и бежевом оттенке. Вот даже с юбкой, которую я показывала ранее, в комплекте он будет отлично сочетаться. Если дополнить юбку и тренч водолазкой или плотным джемпером, это абсолютно осенний классный комплект. И немного хочется дополнить денимом нашу осеннюю капсулу, потому что деним это не только про осень, это не только про лето, но и ранней весной. Эту ткань можно надеть, нужно надеть, она очень легко комбинируема. У нас в коллекции она также представлена. Хочется показать вам вот эту джинсовую куртку. К примеру, если ранней осенью надеть ее под тренч, также надеть вниз водолазку или базовую футболку, брюки-клеш и просто кеды, это превратится просто в абсолютный хит начала осени. А, например, весной можно надеть также эту джинсовку с юбкой силуэта в мелкий цветочек, дополнить этот образ замшевыми казаками, и она будет уместна уже и в весенний период. И в заключение разговора о базовом межсезонном гардеробе мне хотелось бы также рассказать про, опять же, деним, и очень важный элемент гардероба как зимнего, так и летнего, так и весеннего и осеннего. Это белая правильного кроя рубашка, которая станет просто незаменимой частью любого сезона, и деним. Я показала вам уже джинсовую куртку из денима, и я предлагаю носить деним разного оттенка, это тренд этого сезона. Не бойтесь носить деним разного оттенка, и даже этот деним с белой рубашкой сверху с джинсовой курткой уже смотрится очень гармонично, и на раннюю осень в сентябре будет отличным комплектом, к примеру, для прогулок. Нашу программу смотрят не только женщины, но и мужчины. Мария, что вы можете предложить нашему сильному полу? Да, в нашем бренде представлена как мужская, так и женская коллекция. Хочется показать вам мужские образы, которые у нас есть в нашем новом ассортименте, и показать базовые наши вещи, которые универсальны для разных сезонов. Хотелось бы начать с рубашки. Здесь присутствует тоже трендовый таракотовый оранжевый оттенок. Он очень будет популярен в осенне-зимнем периоде. Студе к этой рубашке я бы порекомендовала брюки вот такого серого оттенка. Мне нравится прием, когда клетка на рубашке пересекается с низом. Это такой прием завершенности образа. Советовала бы вам его при подборе образа практиковать. И также, чтобы дополнить эти два серых оттенка, я решила все-таки еще этот образ дополнить водолазкой с высоким горлом. Тоже вот такого песочно-оранжевого оттенка. Втроем эти позиции смотрятся гармонично, но это не значит совсем, что их можно носить только вместе. К примеру, серые брюки можно надеть в офис с хлопковой рубашкой. Сверху надеть кардиган на пуговицах. Можно добавить прием многослойности под хлопковую рубашку. Надеть также водолазку, например, вот такого терракотово-оранжевого оттенка. И, в принципе, все эти вещи как вместе, так и по раздельности очень носибельны. А эту рубашку, к примеру, можно надеть с денимом, с кедами и просто с белой футболкой. И отправиться на прогулку, к примеру, в парк или на встречу с друзьями. Разрабатывая нашу новую коллекцию, дизайнеры делали акцент и упор на том, чтобы все вещи нашей коллекции между собой сочетались. Поэтому, приобретая две или три вещи из нашего ассортимента, вы можете быть уверенным, что они между собой будут комбинироваться и сочетаться. Хочу вам показать еще несколько вещей мужского ассортимента. Это тоже прекрасная рубашка из плотной ткани. Уже в таком изумрудно-белом оттенке. Я не зря сказала, что вещи между собой сочетаются. К примеру, та водолазка, которую я вам уже показывала, с этой курткой идеально играет и сочетается. Но не только рубашка и водолазка между собой прекрасно смотрятся. Также, если заметить, эти джинсы классного синего правильного оттенка, на них есть строчка, тоже таракотового оттенка, в тон нашей водолазки. Поэтому эти три позиции вместе с друг другом смотрятся очень гармонично. Вот эту рубашку можно дополнить другого оттенка трикотажа, тоже такого нежно-нежно изумрудного. И дополнить также, например, синими джинсами или светло-голубыми. И этот образ также надеять на прогулку, на встречу. Или если у вас в офисе нет строгого дресс-кода, и такие комплекты позволительные, надеть это в офисе. Это была рубрика «Фэшн», и с вами была я, Настя Гдунова. Увидимся в следующих выпусках. Программа «До семнадцати и старше» выходит на телеканале TVM Channel с аудиторией 70 миллионов человек. Вещание в России, СНГ и за границей. 45 стран, 700 городов России. В нашей программе есть много рубрик. Например, как «Здоровье», где лучшие врачи Москвы дают советы нашим телезрителям. В рубрике «Фэшн» вы узнаете все о стиле, моде и красоте. Рубрика «Кухня со звездой встречи с любимыми артистами», приготовление нового блюда из меню ресторана, а также рассказ об этом блюде от шеф-повара. В рубрике «Это интересно» встреча с экспертами и профессионалами своего дела. Встреча с психологами, адвокатами, юристами, художниками и даже поэтами. А также наша программа выступает инфопартнерами разных событий, мероприятий, премий. Если вы хотите стать участником гостевого эфира или сотрудничать с телепрограммой, то можете позвонить по нашему номеру, либо написать на почту. Дорогие друзья, смотрите программу «До 17 и старше» на телеканале TVM Channel. А также не забывайте подписываться на нас в YouTube. ДО 17 и старше, кто готов. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова